МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-4 продолжает программа Де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Не дорога, а конькобежная трасса. В Гомеле на бульваре газеты Гомельская правда. Сегодня утром в Кювете оказались три автомобиля. Не справились с управлением машинами мужчина и две девушки. Одну из них сразу после ДТП отвезли для осмотра в больницу. Иномарки получили множественные повреждения. Все дело в том, что на закруглении дороги в сторону улицы Хатаевича образовалась наледь. Это место продувается влажным ветром, и при понижении температуры воздуха трасса становится опасной. В суд передано уголовное дело на гомельского мошенника, который находился в бегах и был задержан в России за то, что одолжил и не вернул людям почти полмиллиона долларов. У предприимчивого мужчины были две фирмы и магазин по продаже алкоголя. Сначала он задолжал поставщикам почти 300 тысяч рублей, а затем набрал долгов у своих друзей и знакомых на 700. Обещал вернуть все с процентами, некоторым даже их выплачивал. Правда, чтобы потом еще раз одалживать у этих же людей деньги. Когда настал момент платить по счетам, мужчина бросил бизнес и уехал в Россию. Сотрудники финансовой милиции отыскали мошенника и призвали к ответственности. В ходе следствия был проанализирован большой объем изъятой финансовой документации, допрошены десятки свидетелей. Предварительное расследование окончено, уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд. А вот гомельские пограничники задержали молдаванина, который по поддельному паспорту пытался выехать из Беларуси. В пункте пропуска Новая Гута во время прохождения контроля у пограничников возникли сомнения в подлинности документов пассажира международного рейсового автобуса. И не зря на родине мужчину разыскивали за большую аферу. В последующем он был задержан. Были проведены проверочные мероприятия, мероприятия в отношении его. В настоящее время данный гражданин передан сотрудникам милиции. Таков обзор происшествий к этому часу. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. Эфир продолжит спортивное обозрение. До свидания.